Первый хадис. Тот, кому Аллах хочет благо, тому дает фикх, тому дает понимание в религии. Это прямой текст. Если Аллах хочет благо, человеку дает ему понимание в религии. Какой вывод мы извлекаем из этого? Обратный вывод. Значит, что если Аллах не хочет для кого-то блага, то значит такому человеку не дается понимание в религии. Желание Аллаху даровать рабу знания в религии свидетельствует о том, что Аллах хочет для этого человека благо. Это значит, что если Аллах удостоил тебя такой вещи, как талиб в л'ильм, что ты получаешь религиозное знание, то это избрание. Избрание тебя Аллахом. Но мало мы благодарны за эту милость. Потому что если подумать на самом деле, сколько людей, которые уделяют внимание шариатскому знанию, пониманию религии. Из общего числа людей, или вообще взять мусульман. Это избрание от Аллаха, субханного тарь, милость, за которое нужно благодарить. Сказано, тот, кому Аллах хочет благодовать фикх, понимание в религии. На что это указывает? Дает Аллах понимание тому, юфа-киху. Это указывает на одну важную вещь, что понимание в религии, это не иначе, как милость от Аллаха. То есть, если у тебя есть какое-то религиозное знание, то ты должен понимать, что кто тот, кто дарует эту милость, кто ее даровал? Рабу. Аллах, субханного тараля. Он, который открывает для своего раба эту милость, открывает для раба понимание. Поэтому в хадисе Ибн Аббаса, пророк Али Саратусом, сделал дуа за него, сказав, какое фактиху фиддин. Аллаху мафактиху фиддин. О, Аллах, дай ему понимание в религии. Понимание и знание в религии, это не иначе, как милость от Аллаха, субханного тараля. Али, рада Аллаху таран, когда его спросили, есть ли что-то особенное такое, что вам, аглюль бейт, дано, что не дано людям? Какой-то особый завет от пророка Али Саратусом, какая-то особая книга, как утверждают некоторые заблудшие. Али, рада Аллаху таран, что сказал? Илля фахман, илля фахман ютиг лау абдам фи китаби. Ничего, кроме фахм, кроме понимания, которое Аллах дает рабу, понимание его книги. Ничего, кроме понимания его книги, которую Аллах дает рабу. Что это указывает? Тоже слова Али подчеркивают, что это понимание, это дар от Аллаха, субханного тараля. Поэтому это из выводов данного хадиса. Юфа-киху фиддин. Аллах дает знание в религии. Поэтому эту милость просят у Аллаха, субханного тараля, и благодарят Аллаха за нее. Это вот важное правило. Аят указывает на что? Что призывающий к Аллаху, он должен начинать прежде всего со своих близких, со своей семьи. Аллах, субханного тараля, говорит, у вещевай твоих ближайших родственников. А то, что делают некоторые люди невежественные, оставляют своих близких, своих домочадцев, своих родственников, которые, жители своей местности, которые находятся в заблуждении, пребывают в многобожии и едут куда-то далеко, за 3-9 земель, едут туда, чтобы призывать людей. В то время, как свой народ и свои близкие, свои родные, иногда своя мать, свой отец находятся в неверии или в грехе. Это несовместимо с сунной. Это противоречие сунне пророков. Пророка Мухаммада, саллаху саляму, и всех пророков начинают со своих близких. Неужели вы приказываете людям благочестия, оставляете самих себя, в то время, как вы читаете Писание, неужели вы не разумеете, говорит Аллах, субханного тараля. Итак, Ибрагим начал со своего отца.